Заходи на популярный сервер по Perfect World версии 1.3.6. Тот самый ПВ 2008 года, но админы сервера говорят, что даже еще лучше. Высокий онлайн, теплая ламповая атмосфера и, конечно же, работающие данжи и локации. Я сам в свое время играл в ПВ, поэтому и вам тоже рекомендую попробовать. Ссылка в описании. Привет! Меня зовут Филипп. Здравствуйте, то есть хаюшки-шлюшки, дамы и господа, дорогие зрители. Меня зовут Фил и добро пожаловать на откровение на 100 тысяч подписчиков. Возможно, многие из вас не знают, что это такое, что за рубрика на канале. Это такая рубрика, которая проводится каждые 10 тысяч подписчиков на моем канале, в которой я просто откровенно говорю о чем-то. Делюсь с вами какой-то радостью или искрой в душе, которая у меня проявляется, когда я вижу такие большие круглые цифры. И я стараюсь эту рубрику уже который раз делать живой, то есть не монтировать. Ну, монтировать-то монтирую, но голос не изменяю. Точнее, не нарезаю голос, но вы можете услышать по моей странной речи. То есть, все будет вживую записано. И если я буду как-то странно говорить, то уж не серчайте. Это такая особенность данной рубрики, да? Мне не лень монтировать. Мне не лень нарезать свой голос. Это такая особенность, да? Ну, на самом деле, такая идея ко мне пришла довольно уже давно. Я рекомендую всем, ну не всем, но кому интересно послушать мои откровения, посмотреть видео на 40 тысяч, 50 тысяч, 60 тысяч, 70 тысяч, 80 тысяч, 90 тысяч и 100 тысяч. Я начал с 40 тысяч, потому что, ну, как-то до этого не придумал еще эту такую идею. Просто сесть и начать говорить. Но вот так вот и получилось, что я до сих пор делюсь с вами впечатлениями. Я сказал вам посмотреть прошлые выпуски, потому что, ну, насчет следующего выпуска я скажу в конце этого видео. Итак, всем привет еще раз. Я тут налил себе чаек. Это уже традиция какая-то. Я попиваю чаек в начале видео. Ух! Надеюсь, вы тоже сейчас себе что-нибудь подлили вкусненькое выпить. 100 тысяч. Это, знаете, очень волнительная цифра, потому что, когда я записывал видео на 10 тысяч подписчиков, это было такое коротенькое видео. Я постарался сделать такую классную цифру, объемную. Делал ее в какой-то программе дизайнерской. 3D Max, кажется, она называется. Там, знаете, 10 тысяч, такая золотая подписчиков. Этот ролик мало народу посмотрело, потому что на тот момент я уже пропадал вечно и был очень непостоянный молодой человек, молодой ютубер. Но для меня это была важная цифра, и я подумал, блин, вот 100 тысяч, это, наверное, все-таки такая мечта, такая мечта. Как же сложно этого, на тот момент мне казалось, как же сложно этого добиться, потому что, ну, рост был откровенно очень такой маленький, медленный точнее, и было сложно. Но 100 тысяч, ребята. Я в первую очередь хочу сказать спасибо вам. В последнее время очень много человек подписались на мой канал, и прям неожиданно для меня было уже галочка на канале, все такое, уже как-то стабильно. И действительно, где-то, когда я учился в девятом классе, наверное, когда я не знал, что вообще происходит с моей жизнью, я не знал, куда идти, куда поступать, а стоит ли поступать, что, почему. Я подумал, блин, а может быть когда-нибудь у меня будет 100 тысяч подписчиков. Я только лишь предполагал, это даже не мечта была, не цель, а просто фантазии. И представляете, вот так вот закрутилось. Я, конечно, немножко слукавил, да, я в себе составил некоторый план, по которому я буду рассказывать что да как в этом видео. Но не буду, конечно, ничего вырезать, все затупы, поэтому надо ускориться. Итак, вы, наверное, уже, не наверное, вы заметили, что на фоне GTA V это все потому, что я решил ее наконец-то пройти, когда все уже наигрались в GTA V, когда она уже всем надоела. Я ее решил поставить на фон этого видео. Ну, уж простите за такой заезженный геймплей на фоне. Но просто я решил поностальгировать, и что-то мне так понравилось, поэтому вот, вы видите мои похождения в этой игре. Итак, о чем вообще откровение будет? Ой, какой горячий чай. Я, знаете, хочу это сделать, откровение не такое длинное. Коротко рассказать о моем творческом пути. Ох, звучит как автобиография. Ух, нет, нет. Я просто хотел поговорить на тему того, что для меня творчество, и как я понял, что я являюсь, в принципе, творческим человеком. Я это понял относительно недавно. Вот, серьезно. То есть, осознал в полной мере, что, блин, действительно, я чего-то додобился. Это, конечно, ну, гордиться тут, не знаю, можно, нельзя, но мне кажется, что какой-то... Я чувствую, что я достиг чего-то, короче. Вот, чего-то. Может быть, это маленькая ступенька, может быть, выше, но для меня это важно. И я подумал, блин, я все-таки творческий человек. И да, слишком много. И хочу вам поделиться, с вами поделиться нечто сокровенным, короче, своими первыми записями, которые я делал в самом детстве, в самом детстве. В общем, рассказываю. Маленькая такая история будет. У меня была любимая игрушка, когда я был еще совсем малявкой. Больше всего я любил играть с магнитофоном. Мне однажды дедушка, по-моему, подарил такую бандуру, крутую штуку, с помощью которой можно слушать кассеты, и можно записывать на эти кассеты свой голос. Для меня это было вообще настолько удивительно. Я просто офигевал от того, что можно реально свои действия, свой голос, свою жизнь воплотить в звук. На тот момент камеры были дорогие, по-моему. И было проблематично, короче, достать, видимо, камеру. Но я довольствовался магнитофоном. Для меня это было просто супер. И я очень много записывал. Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, снесло ли мне крышу, конечно, но в принципе я развлекался как мог. Ну, то есть сидел дома, играл в игрушки и параллельно записывал то, как я играю, издавал всякие странные звуки, очень сильно любил кричать, орать, потому что мне нравилось просто драйв какой-то, детский драйв. Но это было, знаете, мне тогда, по-моему, записывать я начал года в 4, то есть я совсем малой был, и вот 4, 5, 6 лет и дальше я записывал. То есть тогда я особо не говорил, больше я просто орал, развлекался и мне нравилось. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И я пришел к тому, что сейчас я действительно продолжаю записывать свой голос. Уже, конечно, все это звучит качественнее. Я стараюсь делать контент, а не просто орать, как ненормальный. Но это было приятно послушать. Научный не деятель, научный популист, научно-популярная литература. Вот, популист как-то звучит не очень круто, но научпоп. Вот, он очень круто мог делать научпоп. Сам он был ученым, он разбирался в физике, он горел вот этой идеей космоса, всего вот этого, того, что можно изучить в нашем мире. И он написал вот одна книга, есть очень классная. Если вам нравится наука, она вас привлекает, но вам кажется все это скучным, ну или вы хотели бы прочитать какую-то книгу про космос, я вот искренне рекомендую вам прочитать Карл Саган «Космос». Это реально, наверное, лучшая научно-популярная книга про космос, которую я читал. Конечно, я Хокинга не читал, да, каюсь, но это классно. Это мне очень понравилось. И я... А, на самом деле нет, до этого я еще читал Карла Сагана «Контакт». Это более художественное такое произведение, но оно рассказывает про то, про контакт людей с инопланетными всякими... С инопланетной жизнью другой, вот. И там это все рассказывается, каково бы это было, но, в принципе, с такой, не с научной точки зрения, но там не просто, знаете, научная литература, короче. Как Жюль Верн писал. У меня из башки вылетел жанр, представляете? Ах, как сложно не нарезать свой звук. Сейчас бы вспомнил. Ну, короче, вы меня поняли. И в этой книге рассказывалось... Не рассказывалось... Не рассказывалось, был такой момент. Был момент, где герой, героиня в книге задавалась вопросом. А как работает радио? Как же волны могут летать, радиоволны летать по воздуху? Почему изнутри раздаются какие-то оркестры, голоса других людей? А когда я откручиваю, раскручиваю, разбираю радио, там нет никаких оркестров, маленьких этих инструментов. Как это работает? Это какая-то магия. Там показывается это все со стороны девочки, которая, ну, еще находится в детском возрасте. И она задает вопросы. И я никогда не задавал таких вопросов. Все, что я делал, это создавал, старался создавать какие-то творческие штуки. Это, конечно, слишком высоко сказано, но по-детски. Просто мне нравилось создавать. Их волна крутая кружит, но держать не может. Нет, санства кукол внизу дружит. Мы плывем за ними в сквер. Очень хорошо! Я понял, я разграничил то, что... Если бы у меня был какой-то склад ума, может быть, другой... Конечно, многие сейчас спорят насчет этого, что не существует складов ума. Типа, рациональное мышление можно развить и творческое. Но я не знаю, честно, я не знаю. Мне кажется, что все-таки какая-то предрасположенность есть. И у меня была к тому, чтобы именно создавать с помощью подручных средств, а не узнавать, как они были созданы с научной точки зрения. Понимаете? То есть мне нравилось пользоваться тем, что есть вокруг в мире, и что-то создавать, нежели задаваться вопросами, а как что-то было создано. И мне кажется, вот в этом и разница мышления ученого и человека творческого. Я совершенно не, мне кажется, не обладаю какими-то научными талантами. Талантами к науке, может быть, к точным наукам, к физике, математике. Но мне всегда нравилось. Мне всегда нравился космос. Мне нравилось слушать про какие-то явления, которые можно описать научным языком, которые доказываются как-то. И мне это... научпоп, короче, меня вкатывал. Но это всего лишь научпоп. Я понимаю, что для меня это просто как-то информация, она усваивается по-другому. Это чистое любопытство. Но вот такого чисто ученого во мне, мне кажется, нет. Антошка, Антошка, пойдем-ка под колдошку. Антошка, Антошка, пойдем-ка под колдошку. Когда-то там, тили-тили, тали-бали, тали-бали, а там и не задавали. А, это мы не проходили, а там и не задавали. Па-лам-пам-пам, па-лам-пам, па-лам-пам. Антошка, Антошка, пойдем-ка под колдошку. Сыграй нам на колдошке. Антошка, Антошка, сыграй нам на колдошке. Мне нравится чуть-чуть попалываться. Возможно, это каминг-аут в том, что я тупой. Да, может быть, это видео можно было назвать просто «Я тупой». Но я реально стал об этом задумываться. Потому что я понимаю, что в то же время мне нравится все это. Я восхищаюсь там какими-то крутыми людьми. Вот недавно Илон Маск запустил ракету, тяжелейшую ракету, самую тяжелую на Земле. Он ее запустил, у него получилось. Я просто счастлив был, когда это смотрел, мне нравится. Но я в то же время понимаю, что я ни черта не понимаю, как это было сделано, насколько это сложно, как это от меня далеко. Всякие, знаете, сейчас искусственный интеллект, нейросети, роботы, там, кажется, Boston Dynamics, или как-то так они называются, которые бегают вот так вот, как животные. Не как животные, но, короче, как роботы. Это же так сложно, как это люди создают. И для меня это просто повод для восхищения. Но всех людей в интернете, которых я встречаю, умных людей, я просто ими восхищаюсь. Но вот что-то нет у меня такого, чтобы стать каким-то ученым, что ли. И я это понял относительно, знаете, недавно. Вот вы могли послушать мои записи, и уже очевидно, что я наверняка не создан для того, чтобы в каких-то точных науках преуспеть. Субтитры создавал DimaTorzok Но для меня стало понятно, что все-таки я выбрал творческий путь. И вот этот пример с магнитофоном, то, что мне... То, что я записывал. Я очень много записывал. Но я ни разу не задумывался о том, как работает магнитофон. С помощью чего издается звук. Как он записывается. Мне на это было настолько пофигу, что я понял сейчас, что я творческий человек, а не ученый. И мне кажется, знаете, гений рождается в том человеке, в котором объединяется творческое начало и, может быть, сказать правильно, рациональное начало. Начало ученого. Потому что мне кажется, мало быть просто творческим человеком и просто ученым, который сидит над формулами, просто так вот, знаете, делает эксперименты, не понимая, почему он их делает. Этого недостаточно, чтобы гением быть. Вот. Поэтому нужно объединить эти вещи. Короче, фантазия вкупе с точными данными, с умением анализировать, считать. Вот это и рождает гения. Ну, потому что, действительно, Карл Саган еще говорил о том, что без фантазии и такого скептицизма сильного ничего не родится. То есть, чтобы что-то создать, нужно применить творческие умения, но при этом играть по правилам физики в нашем мире. Вот. Наверняка сейчас меня слушает какой-то чувак, который учится не на гуманитарном факультете, или как это сказать, и закатывает глаза. Но я объясняю, как могу, короче. Вот. Эйнштейн тоже, кстати, говорил, что фантазия — это очень важно. Да. И, в общем, да, что я хотел сказать. Я творческий человек, ребята. Я, мне кажется, никогда в этой жизни не буду каким-то ученым. Это будет реально чудо. Это будет реально чудо, если я увлекусь точными науками, но, мне кажется, такого не будет. И вот я просто хотел вам рассказать, что вот так вот и бывает в жизни, что ли. Что вот так вот выбирается путь с самого детства. С помощью вот этих... Не с помощью вот этих, ну вот так вот и вышло, что у меня появился магнитофон, мне нравилось записывать, и вот до чего это все дошло. Ладно. На этом все. Я не знаю, какая здесь мораль, какую можно мораль извлечь. Наверное, постарайтесь вспомнить, что с вами было в детстве. Ну, если, конечно, вас насиловал очем, это плохой опыт. Шутка, шутка. Но просто вспомните, чем вы увлекались, потому что, возможно, это поможет вам понять, к чему у вас действительно есть не сказать, талант, ну, может быть, талант даже, я не знаю. Я не знаю, в моем случае, так, не так. Но это мне, видимо, помогло, то, что я в детстве много орал, записывал, общался с несуществующими зрителями, которые сейчас только вы появились. Это, короче, дало мне какой-то путь. Вот. Спасибо всем, что слушали, посмотрели это видео. Напоследок, я хочу сказать вам, что пока что я приостановлюсь с откровениями, потому что, думаю, этой рубрике нужен, нужен определенный перерыв. Слишком много я праздную над тем, что крупные цифры. Я понимаю, что это люди, не просто цифры, но мне кажется, я слишком много праздную. Я думаю, стоит что-то уже сделать и потом уже запускать какие-то крутые откровения, может быть, что-то изменить в этой рубрике, поэтому... Ну, не знаю, когда следующая часть выйдет. Она должна, наверное, выйти, но может быть, на 150 тысяч подписчиков. Может быть, буду интервал побольше делать. Не знаю, посмотрим, но пока что, я думаю, нужно приостановиться. Слишком много откровений за последнее время было, мне еще самую стыдную историю надо рассказать. Ух. Ну, вот и все. С вами был Филипп. Напоследок, напоследок, хочу вам показать свой первый аудиоблог, который я сделал в детстве. Мне тогда было 8 лет. Я записал аудиоблог о том, что у меня в рюкзаке. Вы представляете, я сам недавно обнаружил, вспомнил, засмеялся. Очень забавно получилось, поэтому послушайте, если вам это интересно, конечно, с чего я начинал. Моя первая запись, это первая серьезная запись, где я говорю, потому что все остальное звучит как просто оры и крики о том, как Винни-Пух куда-то идет и потом попадает на полигон и все взрывается. Ультразвуки. Ух. Поэтому здесь более внятное что-то, поэтому вот. Спасибо, что смотрели, слушали, ждите новых роликов. С вами был Фил еще раз. Увидимся в аду. Чмок. Секундочку. Привет, это снова я. Теперь будем во что играть? Во что будем играть? Во что же мы будем играть? А, кстати, я во втором классе. А хотите я прочитаю вам мои книжки какие я изучал? Я сейчас сейчас прочитаю. Сегодня у нас вчера получите мнение. Это там было классно. Ну ладно. Ну я прочитаю мои книжки. Я прочитаю свои книги. Так. Я посмотрю у себя какую книгу. Ой, у меня ничего там нет. так. Давай поищем. Вы слышите? Вы слышите? я изучаю литературное чтение. У меня уже есть четвертка по литературному чтению. Ну ладно, продолжаем. собственный дневник, собственный дневник. Дневник, то есть собственный дневник. Это так классно. Ну, Анна, там у меня много оценок. О, русский язык. Я занимаюсь по русскому языку. У меня есть тетрадка, даже две. Математика. У меня есть две по математике тетради. ой-ой-ой-ой, познание мира, познание мира. Ой, точнее, не достал. Ой-ой, что-то упадло. Познание мира. У меня даже есть тетрадка по познанию мира. Ой, как хорошо. Инглиш, английский. Я уже умею читать по-английски, у меня есть даже тетрадка. Ну ладно, я многому научился. Да. Сейчас мама еще спит, но она согласилась, что я могу погромче поговорить. Хм. Что же здесь у нас такое? Эй, вы меня слышите? Я вообще на далеком расстоянии. Так. Ммм. У меня есть гастер-спайдер-мэн, а он мой герой. У нас какого? У меня мои э, вот это, э, э, рисунки, рисунки, рисунки на моем шкафуке. Я уже так много занимаюсь, что слова могу забыть. Ха-ха-ха. Ну вот. Я стал заниматься изо, рисовать, учиться. Раньше я так рисовала смешно. Ой, вот такая голова и ноги достела. Ха-ха-ха. Ну ладно. Пока. Секундочку. Привет! Это снова я. Кстати, у меня заканчивается пленка. Нужно с вами выкорачиваться побыстрее. Так, что же нам поискать? Светленько. Хм. Хм. Мне может быть полку поиграть. Сейчас поиграю Полечку. Полечка, Полечка, самая любимая Полечка. Так, смотрим. Я уже играл с ними руками. Так, казачок я забыл. Сейчас я вам поле играет. С двумя руками не забудьте. Легко. 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 Играет музыка Играет музыка